Добрый день дорогие друзья! Шаббат шалом! Мы продолжаем наше изучение Торы Недельная глава Ваера Мы вчера остановились на казни дикими зверями Которых в конечном итоге не осталось ни одного Всевышний все их убрал Все трупы их убрал, зверей убрал Чтобы египтяне не воспользовались ни мясами, ни шкурами Они действительно ели мясо Неких зверей, они не ели домашних животных Это у них как боги И теперь наступает следующая казнь Называется она Домашнее животное, падеж скота Если взять, представить себе обычных домашних животных То не тут-то было Пишет наша традиция, что Животные стали убивать своих хозяев И Всевышний предупредил Что погибнет скот, который на пастбище Вот так Те египтяне, которые боятся Всевышнего Спрятали свой скот Под крышу То есть они не вывели скот на пастбище И поэтому Часть скота В стране осталась живым А все остальные Животные Погибли Убивали свой хозяин Погибали В общем это была трагедия Опять фараон просится Маше Обращается ко Всевышнему Всевышний останавливает казнь В общем Закончилась эта казнь И пишет Медраж говорит, что первые пять казней Фараон мог раскаяться Мог раскаяться И Всевышний Его мог простить То есть Во время казней кровью Жабами В шраме Дикие звери Потом падешь скота Вот эти пять казней Был шанс у фараона раскаяться После этого Уже у него такого шанса не было И теперь наступает Казень Которая Очень сильно поразила Всех езиптян Маше И Огорон взяли Пригоршни печной золы Огорон передал свою золу Маше И она чудом вместилась В двух руках Маше Мудрецы это замечают Маше Ее просто подбросил вверх И она распространилась По всей стране египетской И покрылись нарывами И люди И животными Казень страшнейшая Выносить это очень тяжело Естественно Египтяне Уже недовольны Они уже понимают Что это уже конец Опять Фараон просит Маше Просит Всевышнего Казнь остановлена Сколько тысяч людей умерло Мы не знаем Сколько Египет потерял И теперь И теперь Всевышний говорит Фараону Ты еще держишь Мой народ Вот я сейчас Пошлю тебе казнь Которая Пойдет в сердце Египта И поднял Град сжег огонь Всевышний Тоже предупредил Кто не спрячет Своих работников Своих работников И скот Сквой под крышу Все погибли Крыша Здесь ни при чем Дело в том Что Всевышний Жег бы и крышу И дома И все 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 Но Из-за того Что люди послушались Всевышний Не тронул Тех людей Кто боялся Бога Тот Остался в живых И скот Этих египтян Остался живой Все остальное Ничего не осталось Перебил Всевышний Деревья Растения Ячмень Все перебил То что уже было В стеблях И они обычно Вода и огонь В природе Они не дружат Вода тушит огонь А здесь Всевышний Поменял законы природы И они вместе Казнили Египет И это была Уже Седьмая Казнь После этого Мы знаем Что У фараона Уже и шансов Не будет Но он будет Упорствовать И дальше Мы это знаем А для чего Всевышний говорит А для того Чтобы показать Фараону Египту Кто такой Бог И для нас Это очень важно Потому что Сына Израиля Должны Должны Сами Видеть Чудеса Эти И понимать Что Может произойти С нами Если мы Не будем Слушать Всевышнего И это Относится И к нам И к сегодняшнему Времени Если мы Не понимаем Что Тора Нам говорит Делайте так Как я вам Говорю То есть Есть заповеди Живите По ним И вам Будет Хорошо Это Самое Лучшее Что Может Быть А если Нет Так Сами Прият На Себя Всевышний Долготерпеливый Он Не наказывает Сразу За Многие Вещи Идет Наказание Намного Позже И Есть вещи Которые Всевышний Прощает Сразу То есть Есть заповеди Которые Отвечают На Вопрос Делай И За Эти Заповеди Если Человек Раскаялся Всевышний Сразу Прощает Но Есть Заповеди Которые Называются Не Делай Не Убей Не Укради То За Эти Заповеди Не Так Просто То есть Человек Раскаялся И Всевышний Откладывает Его Наказание До Йом-кипура А Уже В Йом-кипур Прощается Человеку Если Он Раскаялся Вот Так Это Работает А Если Человек Не Обращает Внимания Делает Что-то Не То И Не Раскаивается И Не Перестает Делать То Что Тора Нам Не Велит То Сделает То Что То Что Плохо В Лазах Торы То Конечно Без Раскаяния Мы Просто Ничего Не Сможем Сделать И Надеюсь Что Мы С Больше Заповеди Соблюдать И Всевышний Пишет Не Соблюдаешь Заповеди Убью Так Вообще Нет Он Пишет Старайтесь Соблюдать Заповеди Мои Если Мы Сегодня Какую-то Заповедь Еще не Выполняем Мы Стараемся Прибавить И Так Постепенно Постепенно Выходим На Все 613 Заповедей Торы Все Постепенно Но Главное Не Останавливаться Если Уже Выполняешь Не Надо Останавливаться То есть Есть Такие Заповеди Допустим Момление Рук Перед Хлебом Или Там После Туалета Руки Помыть Вот Вроде Несложные Заповеди Если Мы Эти Заповеди Выполняем Уже Получаем За них Награду Конечно Трудно Понять Как Это Может Быть Но Вот Так Ты Выше Сказал Надо Выполнять Даже Такие Заповеди Казалось Бы Казалось Бы С виду Что Не такие Небольшие Но Награда Есть За это Вот Так Вот Всем Шаббат Шалом Всем Браха Проносаков Она Мазал То Что Мы Это Время Не Грешили Учили Тору Всем Всего Самого Наилучшего Всем Желаю Крепчайшего Здоровья И До Следующих Встреч Надеюсь Она Состоится Вьем Решен В 15 Часов Урок Будан За Поднятие Души Игорь Бен Лев Берт Абат Исраэль Павел Бен Ефим Саму Бен Герш Памяти Ури Бен Харитом Мендель Бен Мендель Яков Бен Нахум Владир Бен Григорий За здоровье Светлана Бен Клара Шимон Бен Несхак Борис Бен Мария Анна Бат Ривка Полина Перв Бат Соня Сура Лена Бат Клара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Ефим Бен Эстер Яков Йосим Бен Рахель Шимон Бен Мира Фрейга Бат Берта Ася Бат Года Марк Бен Нина Ирра Бат Вера Лер Бен Клара Рафаэль Бен Клара Ханна Цепора Бат Сара Ида Бен Хайер Авива Ефим Бен Соня Майя Бат Фаина Алексей Бен Ольга Мазмут Парсас Гула Ирина Батури Орона Двор Двор Диз Бен Ахум Абб Бат Цар Ханна Бат Аврагам Рафаэль Бен Лариса Парасай Блюд Ладим Бен Рая Марина Бат Рая Борис Бен Марина Всего Хорошего Олегу Марченко Шаббат Салом